Всем привет! Сегодня последний день перед Новым Годом. Всех с наступающим! Да, дорогие друзья, всех с наступающим! Ну и под конец года мы с Валерой решили обрадовать вас совместным видео. Вы этого реально просили. И сегодня мы с Ваней проверим, реально ли забить гол с нулевого угла. Наконец-то попробуем заработать техническое поражение за большое количество красных карточек. И проверим кое-какие багнутые удары. А также мы наконец-таки поставим рекорд по дальности гола. В общем, как вы поняли, реально будет очень интересно. Пишите, когда и главное, в каком году вы смотрите это видео. А Авансфуд вернется на мой канал, когда вы тут наставите ровно 5000 лайков. Я думаю, стоит начать забивать с нулевого угла. И именно ради этого я купил Дэвида Бэкхэма, который славится своей подкруткой. Что ты на богатом языке? Чтоб выделить нашего главного героя, я собрал вокруг него полностью бронзовый состав. Вот это я реально понимаю про качественный состав? Ну и теперь Дэвид Бэкхэм будет вырываться и забивать с нулевого угла. Давайте посмотрим, получится ли у него. Первый блин комом. Ну же, Дэвид Бэкхэм нормально бил. Чуть-чуть Валера пока что не рассчитывает. Как же технично он обыгрывает всех. И осталось только забить. Каркас ворот был против. Демир, это когда-то было юное дарование Барселоны. Сейчас он так мажет. Дарование больше не радует. Дарование больше не дарование. Вот эта позиция очень хорошая для того, чтобы забить это первый кандидат на гол с острого угла. Уважаемый, конечно, но мне кажется, мы можем лучше. Сто процентов. Это был хоть острый угол, но до нулевого еще далеко. И вот прямо так. Ну с этой же позиции, ну зачем он бил со слабой ноги? Не лучшее решение. Кстати, если вы хотите, то мы можем попробовать забить с фансфутом с углового. Но для этого нужно 5000 лайков. И подписку на телеграм-каналы. Бэкхэм в отличной позиции. Нет, к сожалению, это плохо. Ну да, как-то слабовато немножко. Зато проверили его нерабочую ногу. Наверное, придется все же бить со слабой ноги. Дэвид, красавчик. О! Ну, все еще плохо. Ну, кстати, я бы сказал то, что это было достаточно нормально. Все-таки тут еще и фактор левой ноги. Тут, ладно, наверное, тебе это и не нужно. Если нужно тянуть хрон, говори, я умею. Ну, я думаю, хоть это и не Дэвид Бэкхэм, но у него же есть хотя бы какие-то шансы. Это наш реальный шанс штанга. Ну, в общем-то, как обычно, все идет через каркас ворот. И сейчас, я думаю, реально стоит нанести удар Дэвиду Бэкхэму перекладина. У тебя тоже был этот повтор? Нет, наверное, к сожалению. Потратив 5 матчей равной игры, вы видели наши лучшие попытки. В комментариях напишите, где мы ошибались, но вроде бы мы взяли игрока с лучшей подкруткой и мы старались. Если честно, достаточно сложно контролировать выход и вратарем, и защитниками, чтобы не перекрывать линию ударов. Поэтому я считаю это самым сложным мифом. А вообще, мне кажется, невозможно в реальном матче забить с полностью нулевого угла, разве что с какого-то там углового, хоть это тоже бывает сверхредко. Потому что соперники, особенно на высоком уровне кубков, за вратарей не выходят так, как в ансфуд. Ну, а провергнуть этот миф я не могу, потому что несколько лет назад я забивал таким образом даже на роли. К тому же, даже сейчас, если вам очень сильно повезет, это возможно. А следующий челлендж у нас будет посвящен самому дальнему галешнику. Интересно, какого Валера кандидата выберет для исполнения этого челленджа? А я думаю, нашим кандидатом будет Кевин Дебрюйне, футболист с идеальными дальними ударами и дальними передачами. Вот так вот выглядит составчик, который у меня получился. Ну что, давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем, получится или нет. Да. Сюда, 69-й футболист забивает. Неплохо он так, кстати, бьет с левой, с правой. А давайте попробуем даже с более дальней дистанции. Близко. Бельгийск успех ушел. И давай, Дебруйне. Дебруйне. Ну, Дебруйне ты и Дебруйне. Дебруйне еще лучше, чем 69-й игрок. Давай. А шо, если вратарь забьет? А шо, если вратарь забьет? Хорошо. Мы забили даже вратарем со своей половины поля. Если честно, вратарь по игре в поле будет лучше, чем некоторые полевые футболисты. Ну, что самое главное, удар очень сильный был. Хорошо как было. Да, очень хорошо, просто сбрил газон. Еще пять матчей мы потратили на этот челлендж, и результаты меня реально обрадовали. Потому что мы постоянно били мимо, либо в ауты. Нет, ну реально, попытка за вратаря была довольно успешной. И еще один удар меня тоже весьма обрадовал. Так что считайте, Валера зря вообще покупал Кевина Дебрюйне. По сравнению с прошлой версией игры, забивать стало намного сложнее, потому что игроки мажут намного чаще. Не могу с этим не согласиться. Я думаю, что миф подтвержден, потому что в этой ФК Мобайл я еще не забивал более дальние мячи. А следующая наша цель, это заработать четыре красных карточки, и в реальном футболе за это нам будет дано техническое поражение. Ваня меня просто должен будет срубать, пока я делаю что-то с мячом, делать какие-то грубые подкаты. Но это может быть и в личке. На, вот это хорошо было, желтую. О, есть, у нас получилось. Я бы за такое хотя бы желтую давал. Я бы за такое сразу лишал права играть. Ну и давай. Холланд цепляет этого Зейдерова. Хорошо, хорошо. Но это, к сожалению, не желтая, а просто обычный фол. О. Спасибо за фол, папаша. Вот. Желтая. Может, судья слепой? О, да! Вот! Вот оно! Желтая. Я надеялся на красную. Так, давайте посмотрим, получится ли у меня переиграть Ивана с пенальти получилось. Это небольшая победа в этом челлендже, я так считаю. На! Да! О! В смысле? Да ну! О! Ну в смысле? Абдур Хамид, видимо, что заплатил судье. Ну в ножку, в ножку! О! Да! Ну Абдур Хамид! Ну дай ему красную! Ну ладно, ладно. О! Ничего себе! Новый баг, чё? Что это было? Я просто хочу посмотреть на этот повтор, как вратарь по волейбольному сыграл. Что ж, я вынужден сделать грустные выводы. Это просто миф. В нашей игре просто невозможно заработать 4 красные карточки за 1 матч. Ну вот просто невозможно. Как бы ты не хотел, время, отведенное на матч, тебе не позволит заработать более 1 или 2 фолов. А в нашем случае это просто желтая карточка. А следующее, что мы проверим, это сильная передача. Говорят, что таким образом можно забивать головой с центра поля и выполнять вот такие вот интересные вещи. И теперь всё, что мне нужно сделать, это выполнить подброс и дальше пробить с помощью сильной... Нормально. Ну, кстати, это реально был сильный удар. Что ж, давайте выполним подброс и пробьём! О, ну это точно! О! Ну, такое. В подкате так пробил. А зачем? А теперь ещё одна попытка! Хорошо у нас получилось! Правда, это слегка не похоже на то, что мы должны были выполнить изначально, но в любом случае очень красиво. Подброс. Это было не то, это был удар. И... Хорошо! Это было реально очень хорошо. Ну же, давай, делай подброс. Ага. Честно говоря, не знаю, насколько это возможно. Подлинность этих видеороликов я, конечно, не сомневаюсь. И такое реально часто залетает, особенно головой. Но когда ты целенаправленно пытаешься проверить какой-то баг или миф, очень сложно получить меняемый результат. Но, конечно же, в достоверности этого я ничуть не сомневаюсь. Ведь кнопочкой сильный пас можно творить что-то невероятное. А вот мои подписчики под одним из последних шорцев написали мне, что эту тему уже прикрыли. Пиши в комментах, если так забивал. Ну а сейчас самое время подписаться на наши каналы, ну а также посмотреть продолжение, где мы с Валерой устроили битву обладателей золотого меча.